Музыка Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам интересный бой на среднем советском танке Объект-140. Играет тут танкист НКЗ. И бой получился крайне динамичным и интересным. Так что присаживайтесь поудобнее, запаситесь едой и смотрите это замечательное зрелище. Итак, засвечивается тут Т-54, образец 1, и игрок наносит ему урон в борт. Т-54 как-то не особо среагировал первый раз, поэтому наш герой снова его обрадовал. Появляется тут Т-54, удается нанести ему урон, еще и загуслить противника. Снова игрок пробивает его в борт, конечно, опять гуслить, чтобы он не уехал. И 54-ка, можно сказать, отдалась без какого-либо сопротивления. Ну и дальше танкист начинает разбирать Т-54. Он как-то умудряется один раз вытанковать, но это не значит, что он сможет противостоять 10-м уровням. Конечно, танкист быстро его разбирает. Ну и группа вражеских танков тут понемногу подставляется. Выезжает по Т-110, Т-4 и потом начинает медленно откатываться назад. И наш герой с помощью своего бешеного ДПМа разрывает противника в клочья. Тот даже не успел спрятаться. Ну и вот, тут осталось всего-то два вражеских тяжелых танка. Естественно, они очень опасны, но их уже обходят с двух сторон. И, в общем-то, можно будет их сейчас разобрать. Противники отстреливаются, и наш герой пользуется этим. Выезжает гуслить Е5-го, к сожалению, без дамага. И союзники продамажили отлично Е5-го. Наш герой высовывается, сбивает гуслю и уворачивается от снаряда. И далее сразу же едет вперед крутить противников. К сожалению, пришлось принять дамаг от Е5-го. Но зато теперь в борта и корму можно их легко разбирать. Игрок добирает Т-110 Е5 и начинает раздамаживать в корму Е100. Ну, в общем-то, главное тут побольше двигаться, так как есть еще арта, и может она попасть. Вдалеке засвечивается ИС-3, но не удается нанести ему урона. Происходит тут небольшая авария, но в этом ничего страшного нету. Главное, что тут противник в простреле, и нужно его как можно быстрее уничтожить. Но он сам подставился, зачем-то откатывается назад, и удается его слить. Особенно порадовал этот выстрел борща на 700 с лишним урона. Какой-то из врагов встал на захват, и приходится танкисту НКЗ возвращаться, потому что союзники особо не стремятся туда ехать. Хотя вот 54-ка тоже едет, правда, отхватывает она тут от Хэвика и отправляется в ангар. Поэтому приходится танкисту самому разруливать эту ситуацию сложную. Так как, если вовремя не поехать на сбитие захвата, это часто приводит к сливу. Игрок подсвечивает из кустиков, и появляется захватчик. Это всего лишь АМХ-13-75. И наш герой его добирает, правда, Ситляк все-таки нанес 135 урона. Танкист решает тут подсветить, но противников не видно поблизости. Вдалеке засвечивается Т-57 Хэви. Он стоит за домом, пока что пострелять по нему не удается. Но вот Хэвид начинает откатываться, и как раз подставляется. Но не удается его уничтожить, тем не менее игрок делает выстрел и добирает Хэвика. И остается 5 танков у врага. Конечно, все они чрезвычайно опасны. Даже тот же АМХ-13-90 может с барабана будь здоров накидать. И игрок решает, что пора уже действовать. Нужно ехать на вражескую территорию и разбирать там противников. Тут прорывается к арте АМХ-13-90. Естественно, задача среднего танка его сейчас остановить, так как присутствуют тут две артиллерии, которые в этом бою могут серьезно помочь. Так что нужно их спасать. И вот засвечивается АМХ. Игрок не попадает на ходу по нему. Светляк засвечивает, в общем-то, тут всех, уничтожает Объекта 261, останавливается и тем самым облегчает, в общем-то, задачу его уничтожения. И игрок его добирает. Правда, была опасность того, что арта тут накинет, но, к счастью, она не стреляла и удается тут спрятаться. Хотя вот, все-таки, выстрел арта произвела, но так как у Объекта 140 очень быстрая починка гусли, он уезжает отсюда и не стоит на одном месте. Уже у игрока есть 9 фрагов и почти 7000 урона. И это только начало, так как есть еще Объект 268, Е-75 и арта Батча. И игрок даже не думает, чтобы расслабляться, чтобы сидеть в кустах. Он постоянно двигается, он не боится, хотя уже он очень много усилий предпринял, чтобы тащить этот бой. Но нужно еще больше стараться, чтобы победить тут. Игрок не останавливается, он решает посмотреть, тут есть ли противники рядом с базой, но пока что тут никого не светится. И это означает, что враги, в общем-то, не хотят пока что захватывать базу. И нужно найти их и как-то разобрать. Остается еще арта Буратос, которая может, кстати, неплохо так кинуть, если, конечно, попадет, так как точность у Буратоса довольно посредственная. Засвечивается Е-75, но его плохо отсюда видно, так как он стоит за домами. Ну и где-то тут должна быть еще ПТ-САУ. И вот она засвечивается. Игрок едет прямо на нее. Объект стреляет, но попадает голдой в гуслю. Наш герой сразу же чинится и едет на опаснейшую ПТ-САУ. И ПТ-шка откатывается назад. Выкатываться на нее сейчас нельзя, так как там стоит Е-75. Приходится уезжать отсюда. Союзная арта, похоже, промазала. И Объект 268 преследует нашу СТ-шку. К тому же еще нельзя останавливаться, так как есть у врага Батчат арта, которая еще с барабанами, если загуслит, то, считай, все пропало. Тут промазал Е-75, засвечивается 268-й Объект. Игрок его продамаживает, старается спрятаться от выстрела, но Объект все-таки попадает на 804 урона. Игрок наносит ему урон. Конечно, пока ПТ-шка на перезарядке, нужно как можно больше урона ей нанести. Тут стреляет артиллерия. И загуслила она 268-го. Тем не менее, он уже чинится. И нужно сейчас всего один раз произвести выстрел. Игрок добирает ПТ-САУ, но его преследует еще Е-75. Он решает не сражаться с ним в ближнем бою. Уезжает отсюда. И к тому же еще Батчат уничтожает последнего союзника Буратоса. И теперь игрок остается один против арты и Е-75. Решает он, что гораздо будет разумнее уехать отсюда. Делает это он, конечно, для того, чтобы потом атаковать противника за счет эффекта неожиданности. Ну и к тому же, возможно, арта Батчат где-то тут рядом поблизости есть. И если удастся ее уничтожить, то это уже серьезно облегчит задачу в этом бою, а именно победить. Такие игроки никогда, в общем-то, не сдаются. Они до последнего будут тащить. Игрок подъезжает к тому месту, где последний раз летелся Батчат сзади. Появляется Е-75. К счастью, он промазал. Но игрок засветился, и арта знает, что он где-то уже тут. И наш герой начинает просвечивать это место. Засвечивается арта как раз рядом. Он действительно был прав. Арта далеко не уехала. Он наносит ей урон. Арта останавливается, но не стреляет. И игрок выскакивает и добирает ее. Ну и теперь будет чуть попроще, но ненамного. И у Е-75 куча прочности, и он может еще вполне затащить. Танкист решает подсветить через эти кусты. И Е-75 засвечивается. Он встает на захват. Очень опрометчиво с его стороны. Игрок отъезжает от кустов на 15 метров, чтобы не светиться. И это работает. Продамаживает он Е-75, и противник решает съехать с захвата. Но тут удается еще раз нанести ему урон. Е-75 прячется за домик. И танкист решает пойти в атаку, несмотря на то, что у него всего 508 прочности. Засвечивает он Е-75. Начинает его крутить. Е-75 доворачивает. Не такой уж он и глупый. И продамаживает нашего героя. Объект понимает, что сейчас нужно каждым выстрелом пробивать. Наносит урон Е-75. Еще один выстрел нужно произвести. И наш герой эпично добирает противника взрывом БК. Итак, это победа. Медаль пула. Решающий вклад. Основной калибр. И воин. Забавно, что решающий вклад игрок получил, можно сказать, в одиночку. Кучу фрагов сделал вообще красава, конечно. 10 757 урона он нанес. И получил 2716 опыта. 12 вражеских танков уничтожил. Круто. И 18 тысяч серебра даже немного нафармил. 750 урона вытанковал. И получился замечательный бой. Спасибо, друзья, за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok